10 февраля 1907 года. У меня нет чувства юмора. Недавно я получил письмо от некоего английского джентльмена, исполненного верой в искусство френологов. Он удивляется, почему я так холоден к френологии и никогда о ней не пишу. Я ответил ему следующее. — Уважаемый сэр, я никогда специально не изучал френологии и потому не имею ни основания, ни права о ней писать. Тридцать три или тридцать четыре года тому назад, будучи в Лондоне, я решил познакомиться с френологией и произвел небольшой проверочный опыт. Укрывшись под чужим именем, я отправился к Фаулеру. Обследовав шишки и впадины на моей голове, он вручил мне характеристику, которую я, вернувшись к себе в Ленгем-отель, прочел с большим интересом и не без удовольствия. Это был портрет самозванца, который не походил на меня ни единой крохотной черточкой. Выждав три месяца, я снова отправился к Фаулеру и послал ему визитную карточку, на которой были указаны мой литературный псевдоним и фамилия. Я унес от него вторую характеристику, в которой были отмечены некоторые черты, действительно мне очень свойственные, но зато эта характеристика не имела ни малейшего сходства с полученной ранее. Эти два случая зародили во мне недоверие к френологам, и я не расстался с ним до сего дня. Сознаю, что мои сомнения должны были бы относиться более к Фаулеру, нежели к френологии в целом, но я не более чем человек и подвержен всем человеческим слабостям. Прошло уже сорок-пятьдесят лет с тех пор, как Фаулер и Уэллс возглавляли в Америке френологический бум. Их имена тогда были знакомы каждому. Они выпускали специальные журналы и книжки, которые имели самую широкую популярность и изучались как сторонниками учения френологов, так и всякого рода любознательными людьми. В Ганнибал, деревеньку, где я жил мальчуганом, частенько захаживал бродячий френолог. Он безвозмездно читал нам лекцию о чудесах френологии, а потом за двадцать пять центов ощупывал желающим шишки на черепе и определял черты их характера. Насколько я помню, все у нас оставались довольны своими характеристиками, точнее сказать их френологическим вариантом, потому что то, что он нам объявлял, было переводом обыденных тривиальных понятий на мудренный и специальный язык френологии. И в процессе этого перевода смысл характеристики обычно почти улетучивался. Френологи, как известно, обнаружили на человеческом черепе множество шишек и для каждой придумали непонятное иностранное имя. Наш френолог наслаждался, оперируя этими иностранными именами. Они изливались из его уст величавым широким потоком. Подобная демонстрация сугубой учености не могла не порождать у слушателей зависти и восторга. Но мало-помалу люди запомнили словечки френолога, освоились с ними, а после и сами стали вставлять их в беседе, причем так сияли при этом, что не могли бы, я думаю, наслаждаться сильнее, даже узнав, что сии термины значат. Сомневаюсь, чтобы бродячий эксперт дал хоть одному из жителей нашей деревни истинную характеристику. Как я теперь понимаю, рисуя своих клиентов, он исходил из известного всем образца, из характера Вашингтона. Протекло много времени, но я до сих пор вспоминаю, что во всей нашей деревне не нашлось ни единого черепа, который с честью не выдержал бы конкуренции с черепом Вашингтона. Подобная близость к конечному совершенству, обнаруженная единовременно у столь значительного числа наших сограждан, должна была бы, казалось, рождать подозрения, но этого не случалось. Народ восхищался френологом, верил в него, и протестующих голосов я не слышал. Итак, я воспитан в атмосфере почтения к френологии и веры в нее, и, думаю, все еще был во власти этих традиций, когда на афише в Лондоне снова встретился с именем Фаулера. Я был доволен, что он еще действует, и был рад удобному случаю проверить его мастерство. Правда, то, что я скрыл свое имя, показывает, что прежняя детская вера сохранилась во мне не полностью. С годами должно быть мое почтение к френологии поослабело. Я застал Фаулера за работой, окруженного внушительными эмблемами его ремесла. Весь его кабинет был заставлен сверкавшими мраморной белизной черепами. На их лысой поверхности не оставалось даже квадратного дюйма, не занятого какой-нибудь шишкой. На каждой из шишек черными письменами было начертано ее ученое имя. Фаулер принял меня без всякого интереса, ощупал, как бы лениво шишки на моем черепе и монотонно, с видимой скукой, определил мой характер. Он сказал, что меня отличают неустрашимость, сверхъестественная отвага, железная воля и безграничная предприимчивость. Я был удивлен и польщен его приговором. Ничего подобного я за собой не знал. После чего, перебравшись на другую половину моей головы, он обнаружил там шишку, которую определил как «шишку моей осторожности». — Эта шишка, — сказал он, — так велика, так высится на моем черепе, что обнаруженная им до того шишка неустрашимости, сравнительно с ней не более чем жалкий пригорок. А я, между тем, уже счел ее столь выдающейся, что решил в дальнейшем использовать как вешалку для своей шляпы. Фаулер мне разъяснил, что рядом с Маттерхорном моей осторожности шишка храбрости, которую он только что превознес, практически не имеет значения. Он добавил, что если бы природа не наделила меня этой альпийской вершиной, я был бы одним из самых отважных людей на свете, вернее всего, самым отважным из всех. Но осторожность, доставшаяся на мою долю, настолько превосходила мою природную смелость, что не только сводила ее на нет, но превращала меня в исключительное поробости существо. Он произвел еще ряд открытий на моем черепе, в итоге которых я остался, что называется, при своих, так как сотня великих и потрясающих добродетелей, которые он во мне обнаружил, сводилась на нет добавочной сотней не менее примечательных недостатков. Ко всему он еще обнаружил у меня на черепе впадину, впадину на том месте, где у каждого нормального человека красуется выпуклость. — Это впадина, — сказал он, — особенная, редкая, дефект в чистом виде, неумеряемый и некомпенсируемый каким-либо бугорком. Он испугал меня насмерть, когда заявил, что эта впадина значит, что я полностью лишен чувства юмора. Подобное уродство, как видно, заинтриговало его. Открыв свою Америку, он сделался красноречивым. — Да, — сказал он, — ему попадались отдельные случаи, когда шишка юмора была у людей недоразвита, и стоило немалых усилий ее обнаружить. Но впервые за всю свою многолетнюю практику он встречает на месте шишки юмора впадину. Я был оскорблен, рассержен, я чувствовал себя опозоренным, однако скрыл свои чувства. В глубине души я считал, что диагноз ошибочен, хотя и не могу утверждать, что был в этом совершенно уверен. Я решил, что для собственного спокойствия обожду, пока Фаулер забудет мое лицо и строение черепа, а потом приду снова проверить, тверд ли он в своем приговоре. Выждав три месяца, я снова явился в его кабинет, на этот раз не скрываясь, назвав свое имя. Тут он сделал потрясающее открытие. Впадины на моем черепе, как не бывало, на ее месте возвышалась гора Эверест высотой в 31 тысячу футов. Наиболее развитое свидетельство юмора, какое ему доводилось наблюдать за всю его многолетнюю практику. Я ушел предубежденный против френологов, хотя, как я написал английскому джентльмену, английский джентльмен оказался не таким уже джентльменом, мое частное письмо к нему он продал в газету. Быть может, было бы правильнее ограничить мое недовольство одним только Фаулером, не распространяя его на френологию в целом. 11 лет назад, на пароходе, когда мы плыли в Европу, Уильям Т. Стэд сфотографировал ладонь моей правой руки и в Лондоне, скрыв мое имя, послал отпечатки 12 хиромантам с просьбой прочитать характер по линиям на ладони. Получив характеристики, Стэд опубликовал 6 или 7 из них в издаваемом им журнале. Характеристики не содержат ничего чрезвычайного. Я во всем схож с остальным человечеством, кроме одной детали. Если я правильно помню, все характеристики за исключением одной глухо молчат о юморе. В последней же сказано прямо, что характеризуемое лицо лишено чувства юмора. Позднее, два года тому назад, полковник Харви взял у меня отпечатки обеих ладоней и послал их в Нью-Йорк шести прославленным хиромантам. Он тоже скрыл мое имя. История повторилась. В пяти полученных характеристиках слово «юмор» отсутствует вовсе. В шестой оно фигурирует с прямым указанием, что характеризуемое лицо полностью лишено чувства юмора. Таким образом, у меня имеется характеристика Фаулера, шесть или семь характеристик, полученных Стэдом, и полдюжины, полученных Харви. Они говорят о том, что я лишен чувства юмора, говорят убедительно, ясно, отчетливо. И я начинаю думать, что это действительно так. 23 мая 1907 года Ученые степени Три недели тому назад из Англии пришла телеграмма, в которой меня приглашают прибыть в Оксфорд 26 июля, чтобы получить почетную университетскую степень. Долго не думая, я ответил согласием. За последние два года я не раз заявлял, причем очень решительно, что покончил навсегда с путешествиями, и ничто больше не побудит меня пересечь океан. Тем не менее, я не был нисколько смущен, когда отменил принятое решение, как только получил эту лесную телеграмму. Если бы мне предложили отправиться в Лондон, чтобы получить в дар от города земельный участок, я отказался бы в ту же минуту, но университетская степень — другое дело. За этой наградой я отправлюсь куда угодно. Новая ученая степень доставляет мне каждый раз такое же наслаждение, как индейцу свежесодранный скальп. И как индейец не скрывает ни от кого своей радости, я не скрываю своей. Помню, мальчишка я однажды нашел на дороге старый стертый медяк. Помню, что он показался мне неоценимым сокровищем, потому что был незаработанным, свалился, так сказать, с неба. Десять лет спустя в Фиокуке я подобрал на улице 50-долларовую ассигнацию, и она тоже показалась мне безмерным богатством, поскольку досталась мне даром. Прошло еще восемь лет. Я жил тогда в Сан-Франциско и был без гроша в кармане. Уже три месяца я сидел без работы. На углу Коммершиалл-стрит и Монгомери-стрит я поднял десятицентовую монетку и получил от нее больше радости, чем от сотни других десятицентовиков, если бы они достались мне честным трудом. За свою жизнь я заработал несколько сот тысяч долларов. Но поскольку я их заработал, они не представляют для меня ни малейшего интереса, помимо своей номинальной стоимости. Обстоятельства, при которых я их заработал, я помню довольно смутно или забыл совсем. А три незаработанные, доставшиеся даром находки, сверкают огнем в моей памяти и не потускнеют вовеки. Так вот, ученые степени для меня то же, что эти находки. И удовольствие, которое я от них получаю, того же рода, что от незаработанных денег. И тех находок, и этих у меня ровно по три. Две степени я получил от Ельского университета, третью от университета в Миссури. Когда Ель преподнес мне степень бакалавра искусств, я был в восторге, поскольку ничего не смыслю в искусстве. Когда тот же Ель избрал меня доктором литературы, моя радость не имела границ. Единственная литература, которую я решаюсь лечить, — та, что я сам сочиняю. Да и она бы давно окочурилась, если бы не заботы моей жены. Я возликовал еще раз, когда Миссурийский университет сделал меня доктором законоведения. Чистейшая прибыль. О законах я знаю только, как их обходить, чтобы не попасть на скамью подсудимых. Сейчас в Оксфорде меня произведут в доктора изящной словесности. Снова прибыток, потому что если бы я перевел в наличные деньги все, чего я не знаю об изящной словесности, я сразу вышел бы в первые ряды миллионеров. К тому же Оксфордская телеграмма исцеляет тайную рану в сердце, которая много лет причиняла мне жестокую боль. В глубине души я уверен, что в своем особенном жанре на протяжении долгого времени я стою во главе цеха и не имею соперников. Вот почему мне было так тяжко читать каждый год, что наши университеты преподнесли 250 почетных дипломов каким-то случайным и малозначащим личностям, популярность которых была узкоместной, нестойкой и по прошествии десяти лет должна была наверняка испариться. Да, всем, кроме меня. За истекшие сорок лет они разбазарили так до десяти тысяч почетных дипломов. Из всех, получивших награду, не более пятидесяти известны за пределами нашей страны и едва ли сотни известны в самой Америке. Человека менее крепкого подобное пренебрежение убило бы на повал. Я отделался пустяками. Здоровье мое расшатано, жизнь укорочена, Но сейчас прежние силы вернутся ко мне. Из всех награжденных и уже позабытых тысяч не более десятка получили Оксфордскую степень. Между тем я прекрасно знаю, и вся Америка знает, и весь белый свет, что Оксфордская степень значит больше любой степени по обе стороны океана и равняется двум десяткам других почетных дипломов, как в Америке, так и в Европе. Теперь, когда я излил, наконец, тридцатипятилетний запас ущемленного самолюбия и застоявшийся желчи, давайте оставим это. Я чуточку отдышусь, и мы перейдем к другой теме.